Хочу обратиться к дагестанцам Не только к дагестанцам, а вообще ко всем любителям авиации Я наконец-то доехал на краснознаменного трижды аэропорта Дагестана Уиташ Который из Кумыкского переводится как по-моему каменный дом или каменная крепость Аэропорт был заложен в 27 году еще, только не в этом месте, а в черте города Махачкала И перенесен сюда, он уже в 50-х Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу Длина 2,6 километра, ширина 45 метров Аэропорт может принимать следующие типы самолеты Боинг 737, аэробус А321 и даже широкофюзеляжные Например, Боинг 737, 767 и так далее Аэропорт находится в 5 километрах от Каспийска и в 15-ти от столицы Дагестана Махачкалы Пассажиры потока аэропорта в 2018 году составил 1 миллион 200 тысяч человек Аэропорт находится в 5 километрах от Каспийска и в 17-ти от столицы Дагестана Махачкалы Пользуются следующие авиакомпании, такие как Аэрофлот, Россия, Азимут, Руслайн, ЮТ, Аэро, ЮТР, Победа. Но это из наших. А из не наших, FlyDubai, SCAT, это казахская, Atlas Global и другие. Я граю в полёты довольно широко. Москва, Санкт-Петербург, южные направления, Ростов, Краснодар. Также турецкие направления, такие как Стамбул. И арабские страны, например, Дубай. Также на днях запущен новый рейс Махачкала-Минеральные воды. Данный маршрут запустила авиакомпания ЮТР. Эту новость я узнал из официального инстаграма аэропорта. К сожалению, отзывы на гугл-картах не очень хорошие. Люди жалуются на грязь, неприветливые отношения персонала, большие очереди и время ожидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Почему в аэропорт Дагестана нельзя доехать на маршрутке из Махачкалы? Это вообще, я такого ни в одном аэропорту России не видел, чтобы не было регулярного сообщения ни на маршрутке, ни на автобусе. Только такси из Махачкалы. И здесь маршрутка из Каспийска, 5 километров отсюда. Но это не Махачкала, Махачкала столица. Оттуда все люди в основном летают. Есть несколько версий, почему отсутствуют регулярные автобусные сообщения из аэропорта в Махачкалу. Во-первых, маршрут пытались запустить, но загрузка была маленькая и его отменили. Во-вторых, якобы у всех есть машины и все-всех встречают. Ну, знаете, Кавказ. В-третьих, наличие регулярного транспорта невыгодно таксистам. Добраться из Махачкалы в аэропорт и обратно дешево все же возможно, но с пересадкой. Из Махачкалы автобус номер 105, троллейбус номер 3 до Каспийска. А из Каспийского центрального вокзала ходит маршрутка до аэропорта. Суммарная стоимость проезда 45 рублей. Время в пути 2-2,5 часа. Как бы там ни было, вы можете воспользоваться такси. Стоимость проезда из аэропорта до центра Махачкалы около 500 рублей. Также на Кавказе незазорно ездить на попутках. Смело выходите на шоссе и голосуйте. Здесь вас не только бесплатно подбросят по пути, но и водители обязательно угостят вас чем-нибудь, а некоторые даже познакомят с мировым культурным наследием. Кто жизнь любит, тот больше вас добьется. Будь съемщие соли, выше ценят умер. Кто слезы, тот искры и смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Это был Амар Хайям. Да. В исполнении... Магомеда Рамазанова. Орлы летают тихо в небеса. Продолжение следует...